Но скрывать тяжелое заболевание, в результате которого человек может умереть, допустим, онкология третьей-четвертой степени, врач не имеет права. Любое обезболивающее препарата несет очень тяжелые последствия для кровеносной системы, для иммунной системы и, собственно, для самого опорно-двигательного аппарата. Но если пациент или его нога не готова к эндопротезированию физически, то операция может не привести к желаемым результатам. Вы знаете, не вся правда нужна пациенту. Нужна всегда вера в себя. Если врач скрывает какое-то истинное положение вещей, то, с одной стороны, он не прав в случае, когда больной погибнет или умрет, и не успеет сделать завещание. В этом вся штука. Или когда у вас состояние настолько тяжелое, что никто не может дать прогноза, выживет или не выживет. И лучше говорить, что выживет. Как это отнести, правда или неправда? Я считаю, что каждый врач должен разбираться в своем пациенте и говорить то, что ему нужно. Но скрывать тяжелое заболевание, в результате которого человек может умереть, допустим, онкология третьей-четвертой степени, врач не имеет права. Нет, я никогда не считал, что операция – это вред. Вопрос об операции на позвоночнике и операции на суставах. Если сустав поврежден дегенеративными процессами, разрушены его суставные поверхности, то восстановить их невозможно терапевтически. И необходимо готовить человека к эндопротезированию. Но если пациент или его нога не готова к эндопротезированию физически, то операция может не привести к желаемым результатам. Поэтому официальная статистика говорит о том, что после эндопротезирования 70% пациентов нуждаются в повторной операции через 5-7-8 лет. Я считаю, что операция подобного плана, замена сустава, должна делаться один раз и навсегда. Но к этой операции пациента надо готовить. Что касается операции на позвоночнике, по поводу удаления грыжи, протрузии, секвестра, я считаю, что здесь она абсолютно не нужна. Просто врачи не знают других методов устранения болевых синдромов и используют хирургические, лекарственные методы, чтобы привести к временному обезболиванию, что будет дальше после операции неизвестно. Но во время операции по удалению грыжи позвоночника, я вообще не согласен с этим термином, грыжа – это дегенерация, это остеохондроз, это старение. То есть смысла в этой операции вообще нет, ни анатомического, ни физиологического. Но, тем не менее, могут быть осложнения повреждающего характера. Грыжа никакой нерв повредить не может, ни спинномозговой, ни нервный корешок. Но хирург, его скальпель или его лазер могут повредить нервные окончания, которых тысячи внутри позвоночного столба. Это говорят опытные хирурги. Даже говорят, что операция не является результатом лечебных действий. Это всегда лотерея. И только 3% пациентов с грыжами или с болью в спине могут хоть как-то избавиться от боли хронического характера. И еще операция, которая выполняется в результате компрессионных переломов позвоночника. Моя практика показала, что даже переломы третьей степени можно восстановить без операции по установке спондиалодезов, которые выключают целые десятки мышц позвоночника, ведущих к атрофии, ухудшению состояния вплоть до параплегии. В то же время наша практика, моя практика показала, что правильная реабилитационная деятельность может привести к полному восстановлению трудоспособности пациента без тяжелых хирургических осложнений, которые несут за собой всегда наложение спондиалодезов, то есть пластин, иммобилизирующих несколько позвонков. Поэтому это вопрос профессионализма. К сожалению, эти пациенты попадают сразу к хирургам, и те умеют только зафиксировать сломанные позвонки. Что будет дальше с пациентом? Это в их полномочия не входит, к сожалению. Дальше идет реабилитация, и спустя какое-то время после тяжелой реабилитации, долгой, часто возникает необходимость снимать эти самые пластины, спондилодез, но лучше было бы его не ставить. Но это мое личное мнение, моя практика, я это доказываю анатомически, физиологически, и не вижу, чтобы кто-то был против. Другое дело, допустим, четвертая степень, с разрывом сосудов, с тем, что позвонки разрушились, и повредили уже костную ткань, торчат наружу, как бы открытый перелом позвоночек, тогда, конечно, без операции не обойтись. Верить надо только врачам. Причем, если врач категорично говорит о необходимости проведения операции на позвоночнике, найди другого врача, который скажет тебе о том, что операция не является необходимостью. Таблетка обезболивающая, видимо, кому-то нужна, когда они не знают других методов снятия боли. Я понимаю этих пациентов, и они начинают пить так называемый обезболивающий препарат, НПВС, который приносит временное облегчение, но в дальнейшем ведут к тяжелым осложнениям, если больной на них тяжело подсаживается. Очень много осложнений можно прочитать в аннотации к лекарству. Другой вопрос, что снял таблетку, почему другого ничего не умеешь, и приехал к врачу, который дальше продолжит лечение без обезболивающих препаратов. Любое обезболивающее препарата несет очень тяжелые последствия для кровеносной системы, для иммунной системы, и, собственно, для самого опорно-двигательного аппарата. Кинесиотерапия Кинесиотерапия – это серьезная научная работа, которая имеет за собой уже несколько диссертаций, кандидатских и докторскую. Она имеет доказательные лечебные свойства, основывается на понимании анатомии, физиологии, гистологии, биохимии организма человека. Но она трудна в том, что пациент сам должен выбрать. Желает он вот такой метод пройти без лекарств, без операции, но требующий от него собственного труда, собственного терпения, проявления воли, или пойти сразу в ту медицину, которая предлагает обезболивание, операции с неясным выходом. Мы доказали на уже тысячах людей, что метод реален, научно обоснован и каких-то работ в прессе, о том, что это якобы какая-то народная медицина, я лично не читал, потому что за этим пойдет судебное разбирательство. Всегда надо отвечать за свои слова. Если ты доктора наук называешь каким-то первобытным врачом или народным медиком, это твой личный кругозор, значит, ты вообще не понимаешь, что такое ученый. Тот метод, который научно обоснован в научных трудах, диссертациях, публикациях, реально используется в большой медицине, имеет право называться методом. Но больной имеет право выбирать свой метод, который ему нравится или не нравится. Поэтому здесь я, допустим, никогда не навязываю кинезиотерапию. Термин, кстати, международный. ЛФК нет нигде, кроме России. И кинезиотерапия есть в Европе и в Америке. Поэтому пришлось усовершенствовать метод сам кинезиотерапии, лечения движениями. Для этого пришлось включить и специально разработанные тренажеры, декомпрессионные, антигравитационные, и больную терапию, и дыхательную систему, и криотерапию, и массу-массу других вспомогательных методов, которые создают так называемый метод современной кинезиотерапии. Подписывайтесь на официальный канал Бубновский в YouTube, а также на аккаунты Сергея Бубновского в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok